Они там как раз сделали, уже Игнатий Тихонович, сделали весь обыск. У него, значит, открыл дверь, он один, значит, его за грудки в сторону отбросил. Это что они, здоровые такие ребята-то там, 83-летнего старика-то его там. Забрали, компьютер забрали. Забрали там много разных этих, кассеты были, тетради там, ну, какие у него там эти, что, записи. Там какие-то там, не знаю, сколько книги какие-то там, что. То есть это все относится к березкам, к лесному фонгу относится, да. Они хватают меня за грудь и рвут наружу босиком. Какую-то я могу представлять опасность в возрасте 83-х лет, когда и руки выключены были, и все. Ясно, что приехали не так, как раньше было арестовывали органы КГБ. Внимательно, с уважением, с рассмотрением, этого ничего нет. Хватали все, что только могли увидеть. Даже увидев запечатанный аккумулятор для видеоаппаратуры, и то забрали. Все, что казалось им нужным. Все отнимали, паковали и увозили, не выдав никакой бумаги, что они взяли. Говорят со мной, а я почти не слышу, говорит Латкин Игнатий. Что я могу сказать? Ни одной подписи моей нигде нету. И если придет время им возвращать, где они, что возьмут? В канцелярии Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. 2 июня 2021 года. По благословению Святейшего Патриарха Кирилла выражаю Латкину Игнатию Тихоновичу благодарность за его труды во славу Божию и на благо Святой Церкви. С уважением. Референт отдела по работе с письмами Московской Патриархии Иерей Павел Соломатин. Встретил сначала удивительного человека, проповедника сибирского, точнее алтайского, Игнатия Лапкина. Какой партнер встречает, если не думал, да? Скажем, для меня эта тематика стала серьезной, когда я познакомился с трудами самого выдающегося, нагляд, современного миссионера в России, из ныне живущего. Из ныне живущего. Игнатий Лапкин. Мой духовный отец, с которым мы уже много лет общаемся и наставляет мне веры и благочестия. Это Игнатий Чихонович Лапкин. И вот отвечает обо мне не кто-то, а доктор богословия, профессор семинарии, там, академии, Павел Бочков. Я тоже скину и печатает местная метрополитическая газета «Покров» для семинаристов. Вы, говорит, Игнатий его по-разному воспринимает. Но тысячи людей, которые пришли, куда вы денете? И все замолкло. Сколько пришло в заключение, сколько в поездке, сколько здесь людей. Почти каждый день. А мы смотрим, уже 3-4 года, вы наш отец. Я говорю, нарожала, знать не знаю. Потому что Бог это делает, моего тут нет ничего. И все обыски делали у Игоря Барабаша. Две пивы забрали. Конфишковали машину. А? Зачем? Это орудие преступления. Один стоит, курит ОМОН. Я говорю, а вы заезжали, видели, что курить на территории запрещается. И продолжает курить. Я говорю, к нам вот за 30 лет сколько приезжали люди с разных. И власть темущие. И просто даже заходили бродяги. То никто не нарушал этого и не позволял. Ну и что? Сам покурит и так докурил. Я говорю, что эти березки, они выросли при нас. Руками мы их не садили. Но там было распахано поле в краю околки. Нападали семена. И на другой день, это где-то в 92-93 году, они взошли. Были такие. Потом больше и больше там росли. Мы их первые годы охраняли, чтобы скот не зашел. И она примерно с гектар. Эти березки, они выросли на глазах. Как вот у меня дома какие. Они считаются одного года. И там такие же. Но там они очень густо были. И там они много засыхают, падают. И сейчас даже такие березки засыхают, падают. Потому что густо очень. Мы их прореживали. Они нападали. Там семена одна на одной были. Там сколько их выбирали. Эти березки, они выросли при нас. Руками мы их не садили. Но там было распахано поле в краю околки. Нападали семена. И на другой день, это где-то в 92-93 году, они взошли. Были такие. Потом больше и больше там росли. Мы их первые годы охраняли, чтобы скот не зашел. И она примерно с гектар. Эти березки, они выросли на глаза. Как вот у меня дома какие. Они считаются одного года. И там такие же. Но там они очень густо были. И там они много засыхают, падают. И сейчас даже такие березки засыхают, падают. Потому что густо очень. Мы их прореживали. Они нападали. Там семена одна на одной были. Там сколько их выбирали. Я ей объясняю. Все. Но это так. Значит, кто-то должен на себя это взять. Я говорю. Да зачем вам судить? Что? Кого-то посадить человека какого-то надо. Да нет. Это только штраф. Я говорю. Я узнал. Страф будет милон на полтора-два. Нам придется, говорю, всю деревню продавать. За это. Чтобы штраф заплатить за эти 18 березок. Ну давайте мы посадим. В три раза я больше посажу. Говорю. Сам посажу. 50 березок посажу. Где покажут, где место. Там посажу. 50 березок. Сколько кубов? С это. Ну там 4 кубометра с чем-то только. А ущерб какой? 60 тысяч. 58 тысяч. А 5 кубов 60 тысяч стоят разве? Ну. Они. Понимаете как? Они такие. А они выросли бы еще такие. Чтобы было сколько. А если такие вы выросли. У нас тополь есть в три охвата. Три человека обхватывают тополь один. 2 тысячи рублей один куб стоит. Но. 10 тысяч ущерба. Они 60 начали. Изъяли у меня, у Владимира Пашенко, компьютеры. Все утащили. Мы это приняли как благодарность от Бога. Ибо в Библии написано в послании к евреям. Определенное. И расхищение имения вашего приняли с радостью. Мы благодарим Бога. Если они будут слушать, что там у нас написано. Могут люди обратиться к Богу. Мы не нанесли урон государству. Ни одной березкой. Ни одним квадратом. Вот в этом-то суть-то вся. Это на сегодня у нас 1 августа 1972 года. Спасченко Владимир Александрович. Какой год рождения-то? 1978. 78. Это сколько тебе лет? 43. 44 будет. Возраста 44 года. Это человек, который ухаживает за нами. А моей жене Надежде Васильевне 85 лет. Она едва-едва шевелится, передвигается. И он ухаживает. Все. И топит печь. И все абсолютно делает. Живем там в частном доме. И сейчас угроза прямо идет оттуда. Ни под каким видом не хотят иначе понимать. Который никак не участвовал ни в чем. Насчет березок я говорю. Он огородник. С огородами возился. Арестовать его, посадить. Мы просим вступить в Господа Бога, Божью Матерь и друзей. За него. Чтобы к нему даже не прикасались. Без него мы выброшенные на улицу оказываются. Может этого и добивается прокурор. Что весьма похоже. Это не год, не два. Сколько ты лет уже у нас тут? С 2007 года. С 2007 года. С 2007 года считаю. Это три. 15 лет. 15 лет. Да. 15 лет он ухаживает. На него и завещание сделано. И все. Потому что это сын наш родной. Близкий нам. Поверь во Христа Иисуса. Сообщу только о том, что было у нас. Да вы уже знаете, наверное, все. Нет, не знаю. Игорь Тихонович. Там были, когда гости, решили подправить плотины. Которые разрушили бобры там и размыло половодьем. Вот. Ну и спилили там 18 берез. Березки такие, ну толщиной там может быть 20 сантиметров толщиной. Чтобы там наколье сделать и жерди. Там и клен еще. Спилили клены, чтобы укрепить плотины. Кто-то это или сообщил, кто-то или так это сделали. Да, сообщили, что вырубают хороший там это. Нарушается лес фонд России этим. Приезжали сразу следователи, все это замеряли. Каждый этот пенек, где спилили там толщина пенька, там его там диаметр. Вот. Ну и все, казалось бы. Дальше будут они это. Что? Сознайте, кто пилил. Да кто пилили, они уже уехали, людей тех нету, пилили. Но это нам нужно было. Это никто во внимание не берется, что нужно было там или что нет. Нарушен лес фонд России. Нарушили этими 18 березками. Во вторник на той неделе, пол седьмого, я уже в огороде там косил траву триммером, прибегает Люда, батюшка, там 6 машин прошло в тот край, легковые. Газель большая и легковых еще 5 машин. Ну я бросил в косилку и бегом там был, как в этих рабочих сапогах, в штанах тогда. Смотрю, 3 машины идут оттуда, с того края, они все проехали туда, 3 там осталось и сразу к барабашу. Выходит из машины 4 человека в масках, с оружием. Ну мы знаем ОМОН, он там не ОМОН, как-то спецназ называется, спецназ. У них на спинке спецназ. Ну это одно и то же, только говорят, спецназ это больше, ну как сказать, элитнее что ли ОМОНа. Так кто-то мне объяснял, что более грознее. Так скажем, спецназ. Ну и кроме спецназа там, значит, следователь, дознаватель, там еще они, что они, они как, кто их фамилия. Вот видишь корочки, закрыли, кто там. Мы не знаем, кто и были-то. Одну только следователь, я узнал о фамилии, Татьяна Михайловна, там ее звать, следователь, женщина. Остальные все они показали, закрыли и все. Обыски делали у Игоря Барабаша. Делали обыск тщательно, везде, в доме, в шифонере, белье перерывали там, все это. В каждом, в каждом, в коровник, в сарае все там, собаку уберите, собаку убрал. В сарае все проверили, все там склады, что было, все проверяли. Две бензопилы нашли, одна пила была моя у него, стояла она, не рабочая, надо было отремонтировать, чтобы... И забрали мою пилу тоже там. Вот, две пилы забрали. Забрали машину, на которой машине вы жертвите эти увозили на круг. Ну, Игорь показал, эта машина, вот эта. А как-то грязь была, как раз машина такая, она... Хорошая, самая хорошая машина, надо было показать, которая там похожая. А он, ну, Игорь, что сказал, на этой машину забрали. Конфишковали машину. Зачем? Это орудие преступления. Орудие преступления. Так они близки. Это орудие преступления, будет, значит, сейчас и все. Вот так вот. Нужно на кого-то повесить, кто это будет, значит, принимать. Ну, это мы... Это несчастное лицо, мы не на продажу, я уже здесь потом. А близко не подпускать, я буду подойти ближе, поговорить. Что это? Отойдите из нас. Или мы вас сейчас арестуем. Ну, я ушел, пришел, переоделся, надел подвязник с крестом тогда уже. Пришел как-то так они тогда смотрят, но сильно не это. Уже как-то не нахаживаются так сильно. Ну, я думаю, здесь они это, ну-ка пойдут в тот край. Потом приехал туда, они там как раз сделали, уже Игнать Тихонович сделали весь обыск. У него, значит, я говорю, открыл дверь, он один за грудки в сторону отбросил. Это что они там, здоровые такие ребята-то там, 83-летнего старика-то его там. Один, как, говорит, взяли, по-моему, Василия Великого, что ли, там это арестовали, говорит. Он говорит, а что вы у меня? Мучение, говорит. Мне, говорит, одного удара, говорит, хватит, чтобы это. И имущество у меня, говорит, кроме рясы, говорит, ничего нету, больше рясу только возьмете. Что вы у меня смотришь? Так у него, что? Там одним ударом убить-то уже можно, только так это еще, кажется, ершится, а ничего нету уже. Забрали, компьютер забрали. Забрали там много разных этих, кассеты были, тетради там, ну, какие у него там эти, что, записи, там, какие-то там, не знаю, сколько книги какие-то там, что. То есть это все относится к березкам, к лесному фонду относится, да. Ну, вот так вот они были. А потом, я когда приехал, они уже были там, где столовая-то, там провозили обыск уже. В дверях стоят, я хотел зайти, как он в дверях стоит, такой, нет, никого захотеть нельзя, там они. Ну, я постоял, один стоит, курит ОМОН, я говорю, а вы заезжали, видели, что курить на территории запрещается? Не видел, как он это. Я говорю, ну, у нас на территории деревни курить запрещается. А что здесь, другая страна, что ли? Нет, страна не другая, но он устав. Но он не сказал так, ну, вроде бы там плевал я на ваш устав. И продолжает курить. Я говорю, к нам вот за 30 лет сколько приезжали люди с разных, и власть чемущие, и просто даже заходили бродяги. То никто не нарушал этого и не позволял. Ну и что? Сам покурит и так докурил. Бросил и все. Ага. Вот так они от себя видели. Другой там что-то стали разговаривать и мат. Я говорю, а без этого, простите, батюшка, это уже, оно, как бы, само. Да, извините, извините, этот извинился, извините. Ну вот. А откуда они? Вот это я не спросил. Они не сказали. Вот ты бы была там, ты бы спросила. Они все, мы вот откуда и откуда. Я вам отдавали с Барнаулу, откуда. Валентина, они не будут тебе так говорить, показали, откуда они, зачем они будут говорить. Что вы не даете прочитать? Ты сейчас прощай, где ты живешь, твой телефон дай. Я спросил у следователя телефон. Она дала телефон, ну, кабинетный. Да. Кабинетный телефон. Я говорю, так обычно по кабинетам там не дозвонишь, то где-то это, то приехал. Я этот мобильный не даю. Ну, нет и нет, хорошо, этот телефон там. Ну, вот кабинет дала, а где кабинет этот искать? Мамонтова, где? В милиции Мамонтова. Вот, поняла теперь. Искать. Ну вот. Вот почему Валентины не было там, она бы там все разрешила. Узнала бы, откуда они, где живут и все там. Дай ее. Да. Послать нам на яблок. Ну, вот такое дело. Убезлили, все, и ничего нет. Я пошел к следователю, дозвонился. Ну, с ней беседуем дальше. Я ей объясняю, что эти березки, они выросли при нас. Руками мы их не садили, но там было распахано поле в краю околки. Нападали семена, и на другой день, это где-то в 92-93 году, они взошли. Были такие, потом больше и больше там росли. Мы их первые годы охраняли, чтобы скот не зашел там, это подоптал. И она примерно с гектар. Эти березки, они выросли на глазах. Как вот у меня дома какие, они считаются одного года, и там такие же. Но там они очень густо были, и там они много засыхают, падают. И сейчас даже такие березки засыхают, падают, потому что густо очень. Мы их прореживали, они нападали, там семена одна на одной были, там сколько их выбирали. Я ей объясняю, все, ну это так, значит, кто-то должен на себя это взять. Я говорю, а зачем вам судить, что кого-то посадить человека какого-то надо? Да нет, это только штраф. Я говорю, я узнал, штраф будет минимум на полтора-два. Нам придется, говорю, всю деревню продавать за это, чтобы штраф заплатить за эти 18 березок. Ну давайте мы посадим в три раза, я больше посажу, говорю, сам посажу, 50 березок посажу, где покажут, где место, там посажу, 50 березок. Сколько кубов? С это? Ну там 4 кубометра с чем-то только. А ущерб какой? 60 тысяч, 58 тысяч. А 5 кубов 60 тысяч стоят разве? Ну, они, понимаете как, они такие, а они выросли бы если такие, то бы было сколько, если такие бы выросли. У нас тополь есть в три охвата, три человека обхватывают тополь один. 2 тысячи рублей один куб стоит, вот 10 тысяч ущерба, а не 60, значит. Это как один человек, у нас жил, посадил яблоньки, а яблоньки там сгорели, он, давай, призывай. А если бы яблони мои выросли бы такие, с них можно было бы собрать там по 20 ведер яблок с одного, а на базаре яблоки стоят ведро там килограмм столько-то, поэтому, а яблоньки были еще вот такие там, это, только так, понимаете? Так и это, они считают, так, теперь они посчитали, может быть не береза, это кедр был. Я, мы не знаем, как они считали, кедр или дуб, это, ну, я, дорогой, да, дерево дорогое. Красная деревня, да, на самом деле, если бы они считали, даже сосну, то была бы одна сосна в 10 раз дороже. У них специальные тарифы, установленные правительством Российской Федерации. По формулам. Там формулы, да. А у них законы, у них, видишь, у них законы, они, по закону, мы, говорят, мы по закону все посылаем, что приехали сюда, по закону, у них есть решение суда произвести обыск. Но, а где и что смотреть, там не написано. А раз обыск, то везде обыск. Значит, в шифонере что искали? Орудие преступления. Белье, березы. Все, все, белье перерывали там, у меня не было, больше ни у кого не было, только это и там. Больше ни у кого не было. А ребятишки эти, говорят, что они, когда уже все закончили и уезжать-то, а Алешкин и ребятишки набрали их, то, да, качок, нам разве не придут? Ох, а мы ждали, что придут, хоть посмотреть на их, на спецназовца-то, что ли? Сожалею, что хотели, что вы к ним пришли. То есть, интересно. Запрещали снимать. Ну, сколько кто-то может, там сняли маленько. А так, нет, уберите, а то, значит, ликвидируем и этот... Орудие. Ну, Лена попыталась, это на телефон тут же, когда я подошел, он, уберите, иначе отберем. Я говорю, Лена, не надо, прекрати. Ну, и все, она, а что, он прямо вот такой наступает, он его вырвал бы, и все, там. Он не разговаривает, что не будет, это люди, ты не знаешь, что. Валя была бы, она бы узнала, сняла бы смазку, посмотрела, откуда ты, друга. Можно с тобой сфотографироваться? Да, Валентина? Нет, фотографироваться нет. Ну, так а что, нет, 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 а то откуда они, да что, да? Если бы вежливо обращался, то... Обращаюсь вежливо, а здесь они вежливо, обращаются вежливо. И с куряками тоже. Ну, и что бы ты сделала? Наглеет. Ну, и что бы ты сделала? При батюшке наглеет, так. Ну, батюшка, я стою для него, это, знаешь, ему все равно. Человек неверующий. Что это за власть такая? Человек неверующий, абсолютно. Ну, вот так поговорил я с ней, что она, нет, вот, надо обязательно кого-то, чтобы кто-то судить, кого-то засудить надо. Я уже говорю, вы, ну, Володю-то не трогайте, парень, зачем поломать жизнь-то? Возьмите Игнатия Тихоновича, он Топовский был, говорю, он уже мятый-перемятый, ему все равно. Вот, возьмите его, говорю, и... Делайте с ним, что хотите. А что вы так обрать, я говорю, да, ну, он мне брат, я это из любви к нему говорю, он уже опытный в одном деле, его, говорю, когово-мяло-перемяло, берите его, говорю, ну, не трогайте вы кого-то. Выходит дознаватель, такой мужчина, если Володя завтра не приедет, я с ОМОНом приеду, заберу его. Ну, я что сделал, говорю, власть ваша. Я с ним, говорю, вы послушайте, я слушать не хочу, значит, и он вышел, и все. Ну, вот так, вот такое было. Дальше что? Он говорит, ну, а ваше какое действие? Я говорю, наше какое пока действие? Пока мы, говорю, будем Богу жаловаться на вас. У вас все как-то вроде на выбор от этого. Да, у нас, говорю, больше нет ничего. У вас власть вся, у вас власть это одобряет, а у нас нету. Это законы-то у нас нету, как, что с вами. Поэтому мы, говорю, будем пока Бога. Там, как Бог укажет нам, какой путь, что-то так и будем делать. Но здесь мы не видим преступления, говорю, и не сознаем, что преступления. У нас в 92-м году выписано восстановить поселок Потеряевка. Соответствуем комитетам произвести, ну, определенные действия к восстановлению. Но за все время не было. Мы сами восстановим, сами дорогу делаем, сами пруды делаем. И за эти 18 березок вы хотите кого-то засудить? Ну, вы подумайте. 18 березок. Да сотнями, миллионов кубометров леса вырубают и вывозят куда-то. И нелегально, и нелегально. И нелегально, и черно, и по-белому, и по-черному вывозят. У нас в районе. И нет ничего. А это за 18 березок вы уцепили. Да березки здесь, я говорю, ни при чем. Понимаете? Мы пока не знаем, что это такое, я говорю, я прямо сказал. Я говорю, я не знаю, что такое, но это березки, это при чем? За 18 березок? Вы просто вырубили, вырубили. Когда мы взяли, достали карту лесфонда, этот участок, он в лесфонде не находится. Прямо линия прямая, где там. Потому что карта была давно составлена, еще этого не было, еще она не выросла. Она выросла, там больше его не наносили границы, как говорится. Она не входит, она находится на территории деревни. У нас карта есть какая-то, граница территории деревни. Какое-то преступление. Да это как будто яблони вы насосили. Тише, тише, тише. И все. Ты уже сказала, дай другим высказать. Тут ты одна, всех бы, ты всех, фамилию бы узнала и все бы там. Да ничего бы я не узнавала. Ну а что ты тогда говоришь? Возмущаюсь. Зачем ты возмущаешься? Нельзя. Возмущайся в себе. Не проси у вас. Господь не возмущался. Сказали ему там что-то. Дальше-то его стали говорить. А что? Ты делаешь это силой князя Бесовского или Зевула. Слышали? А он что сказал? Возмущаться стал. Да подумайте сами. Разве может сам себе царство разделившееся устоять? Будет сам себя без сами себя изгонять? Понимаешь как? Ты вот возмущаешься. Возмущайся потихоньку. Кротко возмущайся с любовью. Ну вкратце вот так. Что дальше как будет? Не знаю. Просто молитесь. Господи. Будь милостив. Не по грехам нашим суди нас. Машину увезли на штрафстоянку. На штрафстоянку. Будет стоять до тех пор пока не объявится. Когда суд пройдет? А суд может через месяц, через два. Сейчас уборка, машины нет. Убирать нечего. Сейчас кидаем мы клещ, что собрать надо. Какую-то, хоть какую-то машину купить надо. Иначе сорвется все, уборка пропадет весь урожай. Нанять машину где-то. Но один там нанимается возить там. Но этого мало. Надо будет, потому что два комбайна и в разных странах. Не возьмите это все за потерю. Под подпись нельзя? Нет. Подразумно взять временно. Нет. Вы правы. Умоляю. Вы можете ее спрятать, угнать. Так как мы тебя будем угонять? Спрятать не это. Мы же не приезжие. Мы местные люди. Это она заряжена здесь, в машине. Но если угодим, мы сразу же найти можно где-то. Даже это. Ни в коем случае нет. Это не поэтому. Именно чтобы придавить. И чтобы все-таки больно было. И как-то пришли сказать. Да, я виноват. Лена говорит. Ну, была она в коем случае. Это тоже была. Ну, возьмите, это я виноват. А я пилила. Ее заставили включить, а она ей включить, и они умерли. Нет, они не заставили говорить. А если эксперимент будем проводить, вы как? Вы сможете там пилу завести? Пилить-то. Я тоже сказал, я возьму на себя. Я заведу, я распилю. Сказал, но мне не посоветовали этого делать. Не надо тебе. Но я не стал. А все, да, Игнатий Тихонов. Да ему-то что, ему это... Ему это как елей на голову. А он им не нужен, наверное. Нужен он, но не поэтому. Не по березкам он им нужен. Поэтому здесь все говорит по этому. Если березки, зачем бы они у него-то там компьютер забирали? Ну, может, по компьютеру он еще пилил, да продавал. Куда-нибудь в Китай березы, может быть, поэтому. Конечно. Только так может быть. А больше ничем не объяснимо здесь. Это уже взяли. У Лены компьютер. Лена там, говорит, со следами проставьте. У меня же, говорит, мы сейчас там кредит... Сейчас школа начинается. Мы, я веду учения с этой школы. Вы все, блоки... Ну, оставили ее. У Лены не забрали компьютер. Слава тебе, Господи, я помилую. А у Володи, у Игнатия забрали. Говорит. Ну, все. Я думал, ко мне зайдут. А нет, не зашли они ко мне, ничего. Меня помиловали. Только кто-то сказал там, ну, телефон-то взяли, Игнатих. Но у него на телефоне 7 тысяч лежит. А 7 тысяч ему положено лет 25 назад. Кто-то положил. Он же звонит как. Был, когда Владыка приехал, первый раз мы... После шума пошли, сели там на скамеющие, где крестим-то. Ну, и сидят все, есть фотографии даже, разговариваем там все. Игнатих, Владыка, у вас зарплата больше, чем у меня. У меня пенсия. Он говорит, а какая у тебя пенсия? Ну, у меня 9 тысяч, даже 8 с половиной у него было. А, ну, у меня побольше, говорит, конечно. Архиерей-то. Говорит. Игнатих, ну, тогда давайте так. Когда мне надо, я вам делаю дозвон, а вы мне тогда звоните. Договорили, Владыка. Ну, хорошо, Игнатих, договорились. Он никому не звонит. Они 7 тысяч лежат, у него уже 25 лет. На телефоне. Понимаете как? Они так. Ага, у него 7 тысяч на телефоне. То сколько у миллионов, там, кто-то из них. Сколько-то это припрятано. Вадим, они искали, может, найти миллионы эти, не знаю, что ли. Но кто-то реплику такого из них бросил. Я когда сказал этому, она не может быть. Ну, как не может быть, я говорю, ну, было. Хозяин говорит, так, что было. Врать ему нет в этом смысла. Было. Я говорю, 7 тысяч, вы бы узнали, с какого года они лежат у него на телефоне. Нет, недавно лежат. А? Недавно. Мы снимаем периодически. Ну, я знаю, что. Ну, а те, значит, как-то другие. Он-то у него ничего не тратится. Еще у него тариф такой, когда был, наверное, там, что поставили, сколько проговоришь минут, столько это. Вот, а если он не говорит, у него ничего нет. Не тратится. Ну, вот, вкратце такое, значит, все. Все, какие рекомендации дадите? Молиться. Молиться. Это я вам тоже прошу вас. Прошу вас. Молиться, чтобы Господь смещил сердца тех людей, дал им разумение мудрости в этом. Вот. И нас Господь, чтобы судил не по грехам нашим, а по своей милости и щедротам своим. Чтобы нам он судил. Ну, и чтобы не спали, нам что, мы задремали, нам немножко встряхнуть. Я только там высказал, думаю, не надо было, может быть, ну, так, что-то я говорю. Так вы что-то поздно приехали, в 30-м году приезжали ночью, обычно, говорю, обыски делали, а вы что-то уже днем. Но все равно рано, чтобы никто не ушел на работу еще, видите, как они. Думали, так, что кто-то уедет, или это, всех захватили нас, это. Думали, спать будем, но мы уже встали. Вставшие были. Игорь в 5 часов встает, там, я в 5 тоже встаю. Встал уже, я косил на огороде. Они в полседьмого приехали. Восемь было спецназов, они разделились на две группы. Четыре спецназовца у Игоря, четыре там. И остальные там, кто были, милиционеры, дознаватели, там, участковые, тоже разделились. И понятые были, две женщины такие там. Брюшек, Терфянов. По всем домам ходили. А? По всем домам ходили. Нет, нет, не по всем. Вот только они два дома. Барабаша, это не, по всем не ходили. Три. Володин. Володин, ну, там, я считаю, это одно, там, это, что там, одно. Будьте здоровы. Да, это одно. Ко мне какие вопросы? Давайте. А? Больше, пожалуйста, принесите. А почему Григория Петрова не канонизировали? Слава Богу, за все Акафис написал за неделю до расстрела. Он дал живое слово. Проехать нельзя было по Санкт-Петербургу. За кабриолетами все было закрыто. Собирались на его проповеди. И он говорит, у нас строится не царство, а боже, а царство попов и монахов. Мы, говорит, строим храм Софии. Заложили его настолько, все, предание, предание, предание. Предание должно проверять Священным Писанием. 12.48 Евангелие от Иоанна. Иисус говорит, слово, которое я говорил, оно будет судить вас в последний день. Для меня это был рубеж, рубикон. Я понял. Все мои знания, все не спрошены будут по слову его. И от Библии в руки взял. Я за ней проводил примерно до 10 часов в день. Если этого нет, люди не будут рождаться. Они привыкнут в храм ходить. 19 там он монастырей построил. Это не к Богу идет. Если бы он 12 пунктов построил, и люди дали бы обещание Богу служить в монашестве, но все бы пошли проповедовать, тогда было бы оправданно. Иоанн Златоус это понял, когда уже в ссылку потащили. Теперь начал оттуда скорее отправлять к кельтам. А до этого все тоже было закрыто. Надо обернуться назад. Мы однажды стали считать. Деяния апостола, 28 глава, по порядку. Считаем, есть у нас, нет. Есть, нет, есть, нет. У нас архиерея метрополит. Я говорю, с Павлом прощались, встали на колени, обнимали, падали на шею и плакали. Вы можете так с нами проститься? А не чтобы мы колеса машинам ваши клонялись. А почему нет? Это нас сегодняшний. Мы, правда, весна тут, мы расстрелили палатки, и он с нами стал на колени. Николай, было это? Да, этим вот, осенью было. Митрополит на коленях молился. И мы потом на шею ему падали. Да, в священник, в семинаристы. Он с секретарем приехал. Это не просто так. Ну, представьте себе, он приезжает с семинаристами, хористы здесь. И он меня просит сказать слово. А после вы удивляются, а где вы нашли это у Бога? Например, я проповедую на слово. Сегодня я буду говорить об Ефоде. А что ты скажешь? Более понятно. Сотворил по образу подобие своему. Я говорю, что главное? Я говорю проповедь. С беседом. Сейчас пять минут проходит. Сейчас и пять минут. Я говорю, Владыка, ну вы мне хоть какое-то слово-то скажите. И что он в ответ сказал? Золотые слова. Игнатий, не умолкайте. Это не просто слова. Почему? Повторяю, у меня нет образования никакого. Я грешный, супергрешный, архигрешный. Но за меня Христос умер. Я уже другой. У православных вот это все говорят. А почему не считают первое послание Иоанна? Третья глава. Там написано, рожденный от Бога не грешит. Да кто поверит в это? Дальше. Рожденный от Бога не может грешить. Он не может. Ему не надо придумывать там что-то. Он не может. У него другая природа. А рождение свыше вообще проповедения нет. А рождение, крещение Духом Святым вообще нет. Мертвая зона. За шесть столетий ни одного Кирилла Мефодия не нашли, чтобы послать туда, откуда рождалось. Там уже мечи точили. Не Мекка и Медина было бы у нас, а Церковь Христова была бы центром. Два миллиарда мусульман потеряли, ничего не поняли. Покаяния вообще нет. Поэтому этот Александр Дневзоров, он говорит, я не хочу, чтобы попов снова с колокольни не с головой спускали. А на пятом курсе еще студенческой жизни я встретил сначала удивительного человека, проповедника сибирского, точнее алтайского, Игнатия Лапкина. Мы беседовали по Библии, а уж я-то знал, что Библию православные не читают, не знают, и уж всякое разное во всем нарушают. А во время этой встречи на все вопросы он давал не просто ответы, а он показывал, что протестантизм не по Библии. Для вас это было откровением тогда, что кто-то может вообще-то доказать. Не просто откровение. Потому что даже и сегодня свою веру православные меньше всего аргументируют Библией. Но это правда. Это редко кто может основу своей веры обосновать Библию, тем более в беседе с человеком, который ее весьма прилично знает и реально по ней стремится жить. А таковыми мы были. И когда на все вопросы он не только отвечал, а еще показывал, что мы не по Библии, но монеты он открыл именно православие. Скажем, для меня эта тематика стала серьезной, когда я познакомился с трудами самого выдающегося на год современного миссионера в России, из ныне живущего. Из ныне живущего. Игнатий Лапкин. Думаю, что кто-то слышал это имя, нет? Он живет в Барнауле. В Барнауле, в Сибири. Знаете, на мой взгляд, я ему очень завидую. Он мирянин, обыденный человек. У него тамов 15 вот таких вот издано, но очень маленьким тиражом, кое-что в интернете есть. Вот ответы на вопросы, толкование писаний и так далее. С чем-то я не могу у него, со многими согласиться не могу. Он тоже меня поносит как-то по всем кочкам. Но у него много очень серьезных вещей. Вот именно вдруг он актуализирует такие пласты, опять же, не столько его мысли, а какие-то цитаты из писания, из отцов, житья и литературы. То, что мы, кто-то здесь забыть, а он напоминает, это ведь есть в нашем предыдущем. И нельзя, это просто так вот взять и объехать на осле. Вот я снова вам хочу порадовать и вас получил, как сказать, бумагу, официальное подтверждение от митрополита Виталия. Это с Америки, да? Да, митрополит, это первый раз русско-православной зарубежной церкви. Написано так. Игнатию Тихоновичу Лапкину преподается нами Божье благословение на всестороннюю миссионерскую деятельность, проповеди Слова Божьей защиту и укрепление веры в Российской православной церкви. Митрополит Виталий, первый иерарх русской православной зарубежной церкви, архиепископ Нью-Йоркский, Восточно-Американский, Канадский. Стоим молимся, да? Но нас посетили наши друзья и самое главное мой духовный отец, с которым уже мы много лет общаемся и наставляет мне веры в благочестие. Это Игнатий Чихонович Лапкин. Он иерархиепископ Нью-Йорк, иерархиепископ Нью-Йорк, иерархиепископ Нью-Йорк, Протеерей Олег Стеняев, 12 февраля 2015 года. Игнатия Лапкина, помню, как талантливого полемиста с сектантами и строгого православного аскета, но давно, с советских времен, его не видел. Мир ему и благословение Божие. Господи, милосердный создатель, перед Твоим небом, перед Твоим всемогуществом стою в этот час. Прости мои согрешения, Владыка Мира. Я благодарю Тебя за тот день, за то место, где я впервые услышал слово Евангелие, когда Ты показал мне все мое недостоинство и призвал на путь служения Тебе, слава Тебе. Я благодарю Тебя за тот путь, который Ты позволил пройти, за скорби, за страдания, за все, что позволил испытать и не отчаяться, и не отступить от следования за Тобою. Ты открыл очи, мои Господи, увидеть все по руганию, как у меня.